Байдыбек Харашаулы Украй Майхе Туби Кейхе Бахтияр в свое время также были известныбиями и батырами. Сам Байдыбек Бий был современником и сподвижником великого хромого Тимура. Он также был духовным единомышленником философа казахской степи, прозванного в народе Асан Кхайг, гениального поэта, сказителя Асана Сабитула, который являлся тому же его родственниками. В три года Байдебек Би остался круглым сиротой, лишившись отца и матери. Получив воспитание у близких родственников, позже, уже в юношеские годы, он становится пастухом лошадей Шангсбай. В эту пору Байдебек Би обучается искусству верховной езды, стрельбы и участвует в многочисленных полных состязаниях, кок-парах. В 15-летнем возрасте Байдебек проявляет достаточную долю профессионализма и смекалки табунщика. Получает от своего хозяина Шангсбая стол лошадей в подарок и начинает самостоятельную жизнь со своим хозяйством. То есть выбирается Би. Позже, когда Байдебек становится зрелым мужем, народ избирает его бием. Так, благодаря своим способностям и незаурядному уму, Байдебек Би из простого пастуха-сироты превращается в одного из известных биев своего времени. При храмом Тимуре Байдебек был бием и одним из богатых людей местности Буралдай. В свою бытность бием Байдебек Би прославился в народе своей справедливостью, меткостью слова, человечностью и мудростью. Он был другом храмого Тимура. И они часто встречались на собраниях биев, бегов, батыров, поэтов-сказителей, которые периодически проводились в Туркестане, Сайраме, Буралдайе, на берегах рек Шаян и Богин. Байдебек Би оказывал большую материальную помощь участникам строительства мавзолеи мечети Ходжахмета Ясави, который сооружался по приказу храмого Тимура в 1396-188 годах. Специально для них он поставил из собственного хозяйства хомос шума и сооружал гирю. Он также периодически обеспечивал строителей баранины и пшеницы для глиноделов и производителей кирпича городов Саурана, Сыгнака, Атабая и Атабая. Байдебек Би поставлял молоко и шерсть, которые были необходимы для высокого качества кирпичей. Сведений о Байдебек Би и его потомках сохранилось немного. В основном они содержатся в дореволюционных изданиях. Много сведений о героизме, мудрости, словесной виртуозности, мастерства наездника и бесчисленных коммунах Байдебек Би сохранилось также в народных преданиях и сказаниях. Многие из них в свое время не были перенесены в письма на местные источники и до сих пор содержатся в произведениях устного народного творчества. Байдебек Би скончался в 1419 году в возрасте с 63 лет на своей симовке Балагуев. На его могиле построен мавзолей. В Южно-Карастинской области один из районов носит имя Байдебека. На центральной площади города Тарас имя установлен памятник. В 1998 году на месте старого мавзолея построен новый архитектурный комплекс Байдебек и кассетта Бисана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok